Здравствуйте, уважаемые зрители! Все, кто смотрит сегодняшний эфир из Центра Мультимедиа на канале YouTube, RuTube, на портале Культура.РФ, а также в социальных сетях Русского музея, ВКонтакте и на Одноклассниках. Мы рады приветствовать вас, и мы продолжаем цикл лекций из Русского музея. И у нас в гостях доктор философских наук, критик, профессор, главный специалист Русского музея Алексей Алексеевич Курбановский. И сегодня мы будем говорить про аспекты взаимодействия фотографии и живописи. Алексей Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Я сначала хочу прокомментировать название. Дело в том, что фотография считалась как бы видом искусства, которая делается без участия человека. То есть человек представляет некую светочувствительную пластину, и на ней природа рисует сама себя. Об этом я еще немножко потом скажу. Но это неверно. То есть и даже вот при таком способе производства образа, тем не менее вмешательство человека, оно неизбежно, и от него никак невозможно уклониться. На заставке я показываю картину испанского художника Эре Беральдель Казо, где молодой человек, похожий очень на мальчиков Мурильо 17 века, вылезает из рамы. Мне очень нравится выражение его лица. Эта картина характеризует иллюзионистические наклонности живописи, то есть которая пыталась создать впечатление реальности. Ну и фрагмент – это карикатура Нодара, фотографа, который сыграл важную роль в популяризации фотографии. Она показывает фотографию в виде такой камеры с пухлым альбомом снимков под мышкой, которая дергает за шнурок звонка, просят допустить ее на Всемирную выставку 1855 года. То есть это попытка фотографии показать себя как высокое искусство. Я показываю здесь два произведения, которые характеризуют разные способы репрезентации. Картина Русского музея, созданная неизвестным художником круга Алексеем Григорьевичем Венцановым, она изображает на самом деле натюрморт. И на первом плане мы видим предметы шитья, фрагмент какой-то драпировки, белый шелк. Обратите внимание, там очень большой наперсток, иголки, ножницы и так далее. Некая молодая девушка занималась шитьем, но потом к ней пришел кавалер. И вот она бросила свое шитье, и дальше мы видим, что произошло. За вот этими предметами шитья мы видим зеркало. Обратите внимание, многочисленные рамы. А зеркало изображает еще одну раму внутри, значит, это дверь. И там молодая девушка беседует со своим кавалером. То есть вот такая множественная иллюзия, которая должна произвести впечатление на зрителя. И рядом я показываю в те же годы исполненную фотографию. Это Роберт Корнелиус, один из американских фотографов, инициаторов этого нового вида искусства, который настолько увлекся химическими какими-то опытами в своей лаборатории, то даже в автопортрете его лицо закрывает рука с какой-то мензуркой, откуда он что-то переливает, что-то капает для своей химической лаборатории. То есть это разные виды репрезентации, и та, и другая, она в чем-то владает достоинствами. Фотография заимствовала в живописи композицию, освещение, ракурс. И в свою очередь она дала очень высокие критерии точности, жесткости, четкости линий и так далее. Были художники, которые в те дни, когда фотография была черно-белая, они пытались достичь той же жесткости и четкости при наличии цвета. Вот они утверждали, что они превосходят фотографию. Я писал в аннотации, что моя лекция ни в коем случае не является историей фотографии, но тут я скажу два слова о ее открытии. Еще с античных времен была известна так называемая камера-обскура, некая темная коробка с дырочкой в передней стенке. Если ставить туда линзу и ее отрегулировать, то на задней стенке этой коробки появится изображение перевернутое. Можно поставить вторую линзу, которая перевернет обратно, и, соответственно, мы будем иметь четкое изображение того, что находится перед этой коробочкой. Вся задача заключается в том, чтобы закрепить это изображение каким-то химическим образом. И вот, начиная с 1820-х годов, в Англии и во Франции шли многочисленные опыты по закреплению этого изображения. И Уильям Генри Вильгельм Тальботт в Англии, Жанни Сефорни Евс и Полит Бояр, они в разных, так сказать, сочетаниях пробовали различные химикаты, чтобы закрепить это самое изображение. Успех выпал на долю Луида Герра, который в 1839 году запатентовал свое изобретение. Дагерра поступил очень разумно, он подарил свой патент французскому правительству, французскому народу, справедливо полагая, что найдутся люди более следующие в химии, которые предложат другие химикаты. Оригинальный так называемый Дагерротип предполагал осаждение солей азотного серебра на металлической пластине. Они очень красиво переливались, но Дагерротипы были довольно дорогие. Я показываю вам здесь самую первую фотографию, сделанную Жанном Несефором Ньепсом в 1820-е годы, но она не очень четкая. Это вид крыш из окна мастерской Ньепса. И также я вам показываю внизу фотографию Полита Бояра, пейзаж, а также мы видим, что Бояр, обиженный тем, что его совершенно забыли, и вся слава досталась Дагерру. Он сделал вот такой автопортрет в виде утопленника, как видите, в нескольких вариантах. И он еще прокомментирует, что не подходите к этому несчастному близко, ибо тело уже начинает разлагаться. Вот лицо и кисти рук специально он тонировал гримом. То есть это вот такая трагическая фотография, изображающая трагедию непризнанного изобретателя. Ранее фотография имитировала все жанры живописи и все ее подвиды. Вот здесь мы видим натюрморт. Я показываю одну из ранних работ самого Дагерра. Это Дагерре-тип, то есть соли азотного серебря на металле, показывающий внутренность мастерской Дагерра с гипсовыми слепками. Но вы видите, что уже в 1850 году Луи Жюль де Боссолей делает натюрморт с атрибутами Ванитас, показывающий краткосрочность, транзиентность, так сказать, ничтожество человеческой жизни перед лицом вечности. И символами Ванитас обычно выступают череп, песочные часы, но вот здесь еще добавлено распятие и маленький скелетик в стеклянной колбе. То есть мы видим, что такой вид, как натюрморт Ванитас, тоже прижился в фотографии. Многие художники рассматривали фотографию как такой подсобный вид. Например, таким художником был Эжен де Ля Круа. Он был хорошо знаком с фотографом Жан-Молы и Мари Дюрие, и он давал ему задание, то есть посадив натурщицу в определенную позу, он просил Дюрие ее сфотографировать, что тот исполнял, и затем художники фотоков говорили натурщице, ну вы свободны, вы можете идти позировать другому мастеру. А художник писал этюд уже с фотографии. Вот мы видим, в редких случаях, но тем не менее возможно показать, как реальная фотография, сделанная с натурщицы, была использована художником Де Ля Круа в данном случае для своего этюда. Такой же пример взаимодействия фотографа и живописца можно проследить у Юстава Курбе, который дружил с фотографом Валуда Вильневым. Вот мы здесь видим этюды, обнаженные со спины, Вильнева, которые Курбе использовали для своей картины Купальщица. Также работу неизвестного автора он использовал для своей картины Женщина с попугаем. Это одна из работ шведского фотографа Оскара Густава Рейляндера, который работал в Лондоне, и он претендовал на то, что фотография есть высокое искусство. Он составил эту огромную композицию «Два пути в жизни» «Путь добродетели» и «Путь соблазна», который он составил из 32 негативов. То есть каждая фигура, каждая группа была сфотографирована отдельно и потом скомбинирована в такую огромную работу. Причем, видите, были этюды, где фигуры отличаются. Вот, например, слева показываю этюд, где центральный такой учитель жизни, он немножко другой. И молодой человек слева от этого учителя прислушивается голосам порока, там есть обнаженные фигуры, а молодой человек справа, он следует пути добродетели, занимается общественно-полезным трудом. То есть это два пути в жизни. Работа Рейляндера, которая была приобретена королевой Виктории. Мы видим, что и Рейляндер, и другие авторы полностью имитируют живопись. Вот у Рейляндера это Мадонна с младенцем Иисусом, младенцем же Иоанном Крестителем. У художника-фотографа Густава Кларенса Бланже это явление святого Себастьяна императору Максимину Геркулесу. В обоих случаях наняты актеры, обдуманная композиция, иногда специальные драпировки заколоты булавками, чтобы они не лежали красивыми складками, и, соответственно, ничто не отличает эту фотографию от, в общем-то, академической картины. Ранние фотографии были присущи и социальные мотивы. Вот мы здесь видим фотографию того же Рейляндера, который на улицах Лондона нашел вот такого бездомного мальчика, пригласил его, естественно, в свою мастерскую. Это студийная фотография, можно сказать, постановочная. И поза этого мальчика напоминает картину Василия Егоровича Перова, которая находится в Русском музее. Там мальчик-савояр, его спутник-сурок. Ну вот такие мальчики работали, что называется, на улицах Парижа. Мальчик играет на флейте, а сурок, переступая с лапки на лапку, как бы танцует. И за это ему кидают мелкие монетки. Возвращаясь к работе Рейляндера, мне кажется, что он для большего, так сказать, впечатления разодрал штанишки этого мальчика, так что у него совершенно голая нога. Я думаю, что если бы такие штанишки у него были действительно, он бы подвязал их веревочкой. Но я надеюсь, что Рейляндер заплатил мальчику за позирование, и тот смог купить себе новые штаны. Как видите, в фотографии доступна также и религиозная сюжетика. Начиная с 1850 года, вот в работе Габриэля Харрисона мы видим мальчика, явно позирующего в мастерской, у него подвиты волосы, которые изображает младенца Иисуса с крестом. А здесь Гильельмо фон Плюшев, это такой немецкий фотограф, работавший в Сицилии, уже на рубеже 19-20 веков, и он выбрал юношу, который изображает некоего христианского святого. Мне интересно, что сзади у него прикреплена вот такая медная тарелка, которая изображает нимб, но на нее падает тень от головы юноши. Это трагическая фотография, она изображает одного из участников покушения на президента США Авраама Линкольна. Убийца Бут прошел в ложу Линкольна в театре, подошел к нему сзади, выстрелил в затылок. Потом он перескочил через барьер, оказался на сцене, хлыстом разогнал актеров и выбежал через заднюю дверь на улицу, где ждал вот этот молодой парень, Льюис Торнтон Пауэлл с лошадьми и таким образом они скрылись вместо события. Потом их поймали и хотя Пауэлл никого не убил, тем не менее его тоже приговорили к повешению и казнили. Очень интересный комментарий к этой фотографии дает знаменитый французский семиотик Ролан Барт. Он говорит, что мы знаем судьбу этого юноша, он был казнен и в реальности он уже умер. Но на фотографии он еще только ждет смерти, и мы это ожидание видим в его глазах. Таким образом, он зависает между двумя смертями, одну, которую он представляет, и вторую реальную. Какое преступление совершил изображенный Ярошенко заключенный, мы не знаем. Но начиная с 60-х годов, как мы знаем, на императора Александра II было несколько покушений, и в частности одно из них вот внизу мы видим портрет Дмитрия Владимировича Каракозова, сделанный в третьем отделении, и тут также мы видим тот пистолет, которым Каракозов пытался убить императора Александра II, но стоявший рядом крестьянин комиссаров ударил его по руке, и пуля прошла мимо, Каракозов был схвачен и казнен. Варварство Варварство Конечно, массовое убийство людей это варварство и будь то Европа, будь то Азия в Европе мы видим здесь чудовищные фотографии Андрея Адольфа и Жанна Диздери, которые показывают жертвы подавления французской коммуны. Это французские коммунары расстрелянные в гробах В то время в антропологической теории считалось, что человечество проходит три этапа дикость, варварство и цивилизация. Поэтому, когда Василий Васильевич Верещагин организовал выставку своих туркестанских этюдов, он назвал ее варвары. Вот мы видим в фрагменте русского солдата, для которого если враг не сопротивляется, враг убит, то на этом все закончилось и он спокойно раскуривает свою цигарку. А вот для представителя традиционной культуры для жителей Туркестана все самое интересное только начинается, потому что у побежденного врага нужно отсечь голову, над ней совершить определенные ритуалы, и в итоге все завершается вот такой грудой черепов, который Верещагин дал трагическое название, апофеоз войны и под заголовок всем великим завоевателям прошлого, настоящего и будущего. Это варварство и в том и в другом случае. Как я сказал, фотографии с живописью какое-то время соревновались. И вот мы здесь видим похожий мотив, девушка с распущенными волосами у Ивана Николаевича Крамского, и замечательную работу Джулии Маргарет Кэмерон. Она была дочерью британского чиновника, который работал в Индии, она начала свою карьеру в Индии, но затем она переехала в Англию и вошла в круг прерафаэлитов. Вот это ее фотография, эти вот ангелы у гробницы Христовой, мы знаем имя Мадели, Мэриэм Хиллер, она тоже отличается высокими художественными достоинствами. Известно, что Иван Николаевич Крамской в юности был ретушером у фотографа. Ранние фотографии требовали очень длительного позирования, то есть выдержка была примерно около 20 минут, и поэтому неизбежно веки трепетали и губы дрожали. Вот ретушер должен был идеальным точным штрихом подправить векой губу. Вот с этого начинал Крамской, и в общем-то эти качества ретушера заметны даже в его поздних вещах, то есть его живопись фактически это раскрашенный рисунок. Этюд Мины Моисеева находится в русском музее. И вот посмотрите, мне показалось, что похож на композицию и в общем типаж вот такой пожилой крестьянин, которого сфотографировал русский фотограф с шотландскими корнями Вильям Каррик. И работа Крамского, и работа Каррика могли войти вот в такое многотомное антропологическое этнографическое здание «Живописная Россия», которое товарищество Вольф издавало в 1881-1901 годах, там было 19 томов, и в общем-то это справки о многочисленных этносах, которые населяли Российскую империю, иллюстрированные изображениями их костюмов, обычаев и в общем их фотографиями. Уже известная нам Джулия Маргарет Кэмерон сделала вывод, что антропологический тип человека не изменился на протяжении последних нескольких сотен лет. Поэтому все зависит от костюма. Если одеть современных людей в определенного рода костюмы, они очень спокойно могут сойти за Генриха Восьмого, короля Лира, или вот например Ланцеллот и Гвиневеру из цикла мифов и легенд о короле Артуре. Также мы видим еще одну сцену, где смерть короля Артура, смертельно раненый, Артур находится на челне, где некие феи отвозят его на остров Авалон, где Артур погружается в сон и предполагается, что он вновь проснется, если Британии будет угрожать опасность. Эти фотографии она делала по просьбе поэта Теннисона, они, в общем, иллюстрировали издание стихов Теннисона. Название этого слайда «Бесчисленные черные мазки» это фраза из критического отзыва на первую импрессионистскую выставку. Отзыв был построен как диалог двух зрителей, и один говорит «Скажите, а что это за бесчисленные черные мазки в нижней части картины?» Другой говорит «Ну как же, это, наверное, зрители, наверное, прохожие». Первый зритель говорит «Я так выгляжу, когда прихожу по бульвару Капуцина». Действительно, в работах Клода Моне, в частности, изображение бульвара Капуцина, мы видим на первом плане черные мазки, не очень похожие на человеческие фигуры. Но именно так были показаны человеческие фигуры на ранних фотографиях. Вот я показываю фотографию Адольфа Брауна, где действительно вот такие же мазки, такие же черные потеки на самом деле это идущие прохожие. Еще один пример, как фотографии помакает живописцу. Американский художник Томас Икенс, это такой американский рейпин на самом деле и по годам жизни, и по тематике произведений. Он был очень популярен как педагог. И вот группу своих студентов он уговорил купаться в близлежащем пруду, он делал фотографии и потом написал картину, которая называется Купальный пруд. И как вы видите, ну там не все фигуры соответствуют по позам, но во всяком случае фотография в данном случае помогла живописцу. Еще один американский художник с импрессионистскими наклонностями Теодор Робинсон, он сделал вот такую фотографию своей жены, которая занимается рукоделием. жена была беременна, ожидала ребенка, и вот мы видим, что она готовит приданное для новорожденного. Два варианта, в одном случае тряпочка маленькая, в другом случае побольше, но и тот, и другой вариант живописный, в одном более акцентированные синие рефлексы, да, но оба варианта восходят, конечно, к фотографии, сделанной Робинсоном. Фотография становится модной, популярной, и она входит как бы в повседневную жизнь европейского человека. Мы видим работу живописца Даньян Бубре, который показывает молодую пару молодоженов, которые по случаю такого важного события в своей жизни делают фотографию. Мне кажется, очень забавная карикатура, чуть более ранняя, где фотограф наводит на своих модели нечто вроде огромной пушки. И обратите также внимание на дегеротип дамы. Это дегеротипный портрет, а дама в руках держит дегеротипный портрет мужа. Мне кажется, было бы уместным, если бы муж держал в руках дегеротипный портрет ребенка. Как я сказал, фотография прежде всего позиционировалась как помощник живописцу. И вот существовали такие фотографии, изображающие либо живых, либо, к сожалению, умерших моделей в тех или иных позах, которые могли быть использованы живописцами для той или иной сцены. В данном случае этот фотограф, он фотографирует тело в морге и комментируя, утверждает, что его можно использовать как модель для изображения мертвого тела Христа. Ну, почти так же изображает мертвое тело Христа немецкий художник Вильям Трюбнер. Также я показываю здесь фоторепродукцию очень популярной картины испанского художника Энрика Симона Ломбарда, где тоже изображен морг и профессор вскрывающий труп женщины легкого поведения комментирует, держа в руках этот анатомический орган. Так у нее было сердце. Архив Иванович Куинджи разработал особую технику, которая позволяла ему передавать удивительные световые эффекты. В частности, его картина «Лунная ночь на Днепре» вызвала большой фурор у публики. Характерно, как она была представлена. Продавались билеты. Те, кто купил билеты, приходили в специальный зал, рассаживались по местам, затем в зале газ-свет, включались прожектора и раздвигалась занавеска на противоположной стене, где можно было видеть картину. Такие немножко театральные условия вызвали, соответственно, нарекания зрителей и в газетах того времени писалось, ну что, это все нарисовано на стекле и освещено сзади. Это не потому, что зрители были такие глупые, это потому, что существовали визуальные аттракционы, где действительно была живопись на стекле, освещенная сзади, системой прожекторов с цветными фильтрами, которые менялись, и вот эти цветные фильтры давали возможность передать очень тонкие эффекты освещения, например, от восхода до заката, как вы видите внизу, так называемая транспарантная диорама, диорама, двойной эффект, и, конечно, для таких диорам очень часто использовались фотографии, фотографии, которые точно воспроизводили ту или иную архитектурную деталь. Так что картины Куинджи вызывали ассоциации с вот такими транспарантными диорамами. Здесь я показываю сравнение работ Джона Эверетта Миллеса, это такой английский художник из группы Рафаэлитов, и работы двух фотографов, которые работали как тандем, Питер Генри Эммерсон, Томас и Дрик Гудал, они сделали большую серию, изображающую равнины Норфолка в Британии. Соответственно, иногда их фотографии включали эпизоды жанровые, как, например, вы видите, охотника, притаившегося в лодке, поджидающего уток, или лодку, которая плавает по таким же озерам, болотам, и девушка там собирает кувшинки. То есть и в том, и в другом случае фотография или вдохновлялась пейзажем, или с другой стороны стимулировала примерно похожий пейзаж. Я часто спрашиваю своих студентов, Иван Иванович Шишкин, 1832 года рождения, и Эдуард Мане, 1832 года рождения, почему же Шишкин не был импрессионистом? Ответ, как мне кажется, такой. Шишкин, как мы знаем, в реальности он был фотограф-любитель. Иногда в его работах можно проследить последовательно. Сначала он делает фотографию какого-то мотива, потом с фотографией он делает афорт, а потом пишет такой же этюд маслом. И фотография в то время считалась, как я говорил уже, видом искусства, который производится без участия человека. Поэтому Уильям Генри Фокс Сталботт, выпуская серию фотографий своих как альбом, он дал ему название «Карандаш природы». The pencil of nature. И вот таким образом Шишкин на фотографиях видел, что природа рисует себя своим карандашом с большой четкостью, большой точностью. Как выходят травинки, трещинки, коры и волки, и елки или сосны и так далее. И то есть, видимо, красочные эксперименты Шишкин считал от лукавого, и поэтому он изображал природу так, как она рисует себя своим карандашом. Поэтому мне кажется уместным сопоставить афорты Шишкина с работами Генри Фокса Талбота, в том числе вот из альбома «Карандаш природы». Во второй половине XIX века расширилась география и стала возможным для европейцев путешествовать по Ближнему Востоку. Ну, конечно, для тех, кто мог себе это позволить с финансовой точкой зрения. Для тех же, кто не мог, существовали многочисленные фотоальбомы. Вот как я тут показываю «Экскурсион тагериян», то есть экскурсии с помощью дагеротипа. Мы видим виды Ближнего Востока, виды каких-то городов восточных, которые были включены в этот альбом. Живописец Жан-Леон-Жером 12 лет жил на Ближнем Востоке. Он крупный европейский ориенталист, то есть он изображал Восток и изображал именно то, что от него, так сказать, требовали зрители, то есть экзотику Востока. Поэтому его работы вполне сопоставимы по точности, скрупулезности изображения деталей. Они, конечно, сопоставимы с вот такими экскурсиями с помощью дагеротипа. Ну, естественно, обращал он также внимание на экзотику, на гаремы, бани и так далее. Одна из самых знаменитых картин русского художника Константина Егора Чемаковского «Боярский свадебный пир в XVII веке». Я называю ее ориентальной, потому что Маковский писал ее в Париже. Первым ее зрителем были французы. Предшествующая картина Маковского, также написанная в Париже, называлась «Перенесение священного ковра из мекки в Каир». Она находится в русском музее. И вот для парижан, конечно, разницы между «Боярским свадебным пиром» в Москве и священным ковром в Каире практически не было. И то, и другое было ориентальной, восточной экзотикой. Картина «Боярский свадебный пир» имела фантастический успех. Маковский получил за нее орден короля Леопольда в Бельгии. Она была куплена американским предпринимателем, который продвигал русскую водку на американский рынок. Поэтому она была использована вот в этой самой рекламной кампании. Настоящий момент картин находится в музее Хиллбуд в Вашингтоне. Интересно, что во второй половине XIX века были модны так называемые живые картины «Таблеу-виван». И вот Маковский в своей произведении изобразил буквально утварь, которая находилась в его коллекции. Он был большой антиквар. И поэтому он смог на столе представить абсолютно те же кубки, братины, блюда и так далее вплоть до гипсового лебедя, которого несет прислужник. И, соответственно, его друзья, члены его семьи могли воспроизвести композицию картины боярской свадебной пиры в виде уже живой картины «Табло-виван», которая была сфотографирована. Мне также кажется забавным, что популярность картины Маковского привела к тому, что она была воспроизведена, вот, например, на чайной коробке рубежа 19-20 веков. Еще одна историческая картина и пример «Табло-виван». Это было очень распространенное явление в еврофейской культуре. Мы здесь видим французские живые картины, выпущенные в виде открыток. Это Мария Антуанетта в заточении и две открытки, изображающие сцены из жизни Жанны Д'Арк. Жанна Д'Арк под турнелем и пленение раненной Жанне англичанами. Впоследствии она была выдана значит и казнена. Рядом я показываю картину Клавдия Лебедева. Это академический исторический живописец, который критиковал, кстати, боярни Морозова Сурикова и написал свою Марфу Борецкую по рядке такой творческой конкуренции. Он говорил, что в картине Сурикова очень много театральных преувеличенных поз, зато вот у него все стоят смирно, как бы позируя фотографу и только страшные глаза у всех героев. Я говорю, что младший вид искусства, фотография, учится у старшего и это не ограничивается фотографией, это также распространяется на кинематограф. В 1834 году знаменитый художник Поль де Ларош написал картину «Убийство герцога Дегиза в замке Блуа». Мы видим здесь слева из-за портьера появляется король Генрих III и убийцы докладывают королю, что его задание выполнено, герцог Дегиз умер, и вот мы видим тело герцога. Интересно, что в 1897 году братья Люмьер Луи и Агюст сняли по этой картине фильм, то есть они буквально экранизировали живописное произведение Поля де Лароши. Обратите внимание, что в итоге несчастный герцог Дегиз лежит в той же позе, что и в картине Доля Роши. Здесь я вам показываю фотографии и живопись, посвященные страстям Христовым. Это одна из самых распространенных тем, между прочим, и в раннем кинематографе. Американский фотограф Фред Холландей, когда ему исполнилось 33 года, он отрастил себе пышную бороду, он распял себя на холме под Бостоном, сделал серию фотографий, и также вот такая очень интересная композиция, семь его автопортретов в виде Христа, которая называется «Семь последних фраз спасителя». Ну, там начинается с «Отче, прости, и они не ведают, что творят, и нынче же ты будешь со мной в раю, и жажду, и свершилось, и отче, в твои руки передаю дух свой», и так далее. Я вам показываю здесь и фрагмент распятия самого Холланда, простите, Холланда Дея, это, конечно. Вот. И также мы видим открытку, выпущенную, значит, в Италии. Это кадр из фильма «Жизнь и страсть Иисуса Христа», снятый Фердинандом ЗК. «Жизнь и страсть Христа» уместил через 14 минут. Я показываю тут еще страшный совершенно фрагмент картины Николая Николаевича Гея, именно потому, что она сохранилась тоже только в виде фотографии. К сожалению, сын художника ее продал, эту картину, и мы не знаем ее судьбу. Но это та самая страшная картина, изображающая распятие, про которую Гея говорил. «Я потрясу их все мозги страданием Христа». Я им напомню, что распятие это не просто символ, а что это казнь и мучительная казнь. Эту картину император Александр III приказал удалить с академической выставки, охарактеризовав ее как бойню. Ну, наряду со страшными сценами фотография, конечно, изображает и прекрасное. Вот мы здесь видим прекрасное, ложно-классическое, я называю его тело. Интересно, что и клятва Горациев постановочная фотография показывает трех обнаженных, ну, моделей, которые приносят клятву сражаться за Рим. А две фотографии изображают знаменитого Оигена Сандова, настоящая фамилия. Мюллер, это был такой немецкий атлет, в общем-то, цирковой атлет. Он выступал в цирке, поднимал тяжести, поднимал платформу, на которую садили зрители, но затем какая-то провинциальная академия художеств дала ему диплом, свидетельствующий, что у него идеально прекрасное тело. И Сандов сообразил, что если он уже идеально прекрасен, зачем дальше стараться? И он придумал то, что мы сейчас называем бодибилдинг. То есть он делал шоу, он нанял еще таких же атлетов, и они под мягкую музыку с меняющимися цветными прожекторами принимали красивые позы на сцене, а в конце выходил сам Сандов. И также у него было 4000 атлетических фотографий, причем некоторые в виде классических скульптур, например, вот эта знаменитая статуя умирающего гладиатора и не менее знаменитая статуя Геркулеса Форнеза. В качестве постмодернистского комментария я тут показываю работу современного фотографа Димитрия сетерия Харриса, где современный модельер вписан в классическую статую Лаокаона. Больше всего забавно то, что у него на груди татуировки. Знаменитый английский фотограф, работавший в Америке, Эдуард Мюбридж, с помощью американского бизнесмена Лиланда Стэнфорда построил такую машину, где было 40 фотографических камер, соединенных электрическим кабелем, и они были настроены так, чтобы делать с ним через доли секунды. И таким образом он фотографировал, например, скачущую ложь, летающую птицу и в изобилии людей. Он создал несколько тысяч вот таких хронофотографий, так называемых, показывающих фазы движения. Он, например, доказал, как мы видим здесь на хронофотографии, лошади, что практически всегда лошадь одной ногой касается земли. Фотографии Мюбрижи продавались, альбомы его продавались, и они имели большой успех, и они повлияли уже на живописцев. Так, например, Эдвард Дитайль в своей картине «Да здравствует император», атака гусарского полка под Фридландом, вот скачущая лошадь на первом плане, она буквально заимствована из конкретной совершенно фотографии Мюбрижа. Мне очень нравится карикатура «Жокей в замешательстве», он сидит на лошади, у которой много-много-много ног, ну и, соответственно, тут еще и ракурс использует Анрида Тудлас-Латрек в своей графической работе «Жокей». Импрессионисты вообще с уважением и интересом относились к фотографии. Было подмечено, что Эдгар Дега в изображении балерин, завязывающих туфельки, он, скорее всего, пользовался серией фотографий Мюбрижа, которая показывает женщину, вытирающуюся после ванны, и движение как по горизонтали, так и по вертикали показывает просто разные фазы движения, и этим фазмом соответствует работе Дега. То есть, скорее всего, Дега знал работы Мюбрижа и активно ими пользовался. Проникновение фотографии в живопись и фотографические трюки можно наблюдать в работах рубежа веков. Известно, что Михаил Александрович Врубель терпимо относился к фотографии, и, например, в своей работе «Панно Венеция», которая находится в Русском музее, «Мост Дохов», знаменитый сзади, он написал с фотографии, потому что он это «Панно» писал уже в Москве. В работе «Юона», «Ночь, Сверской бульвар», фигуры первого плана и дерево написаны просто черной краской. Это так называемый прием контр-ажур, который тоже был замечен фотографами. И, наконец, в листе Бенуа за ним повсюду всадник медный, огромный призрачный всадник, нависающий зловеще над маленькой фигуркой героя. Ну, можно сказать, что похожий пример используется в афише и в кадре из фильма «Мурнау» «Фаус» 20-х годов. Кстати, и работа Бенуа тоже относится к 20-м годам. А здесь волшебно оживленный уголок. Обратите внимание, обычно подчеркивается, что Добужинский в своих видах Петербурга показывает такой не парадный город, не знаменитые памятники какие-то, а показывает дворы, колодцы и, в общем, непритязательные такие архитектурные подробности. Но тут мне кажется любопытным, на первом плане деревья сплетаются ветками и образуют некий хоровод. То есть, когда нет человека, деревья оживают и они танцуют, что подметил Добужинский. Похожий прием использует Элвин Лэнгдон Коберн. Это фотография Центрального парка в Нью-Йорке, где расходящие эти дорожки напомнили ему лапы осьминога. И фотография, и живопись иногда не имеют ярко выраженного сюжета, как мы видим в работах Валентина Серова, Константина Коровина, где эффекты пленера, эффекты атмосферы больше волнуют художника. Фотограф Сергей Лобовиков использует так называемую гумиарабиковую печать, которая дает возможность мягкого расплывчатого контура, и он тоже не интересуется ярко выраженными сюжетами, психологией героев. Его персонаж в фотографии оттепель это человек сидящий спиной к зрителю или совсем нет героев в картине фотографии зима. То есть и та, и другая, тот и другой вид искусства ограничивается репортажем и передачей своеобразного настроения. Вот настроение мы переходим к модернистским экзерсисам. Известно, что не только Мюбридж, но и Этьен Джульмарей делали так называемые хронофотографии. Морей уже изготовил специальный костюм со светящимися линиями и точками, и поэтому его герои, спускаясь по лестнице или просто прохаживаясь перед камерой, они оставляли вот такие светящиеся следы, как видите, в центральном изображении. Ну, весьма вероятно, что именно работа Морея была использована Марселем Дюшаном для своей знаменитой картины «Обнаженная спускающаяся по лестнице». Картина произвела большой фурор в свое время и в Париже, и далее в Америке. И очень похоже работает Казимир Северинович Малевич, показывая даму, спускающуюся по лестнице. Обратите внимание, тоже она разложена как бы на фазы движения. Вот это его квазикубистическая картина «Жизнь большой гостиницы». Хронофотография очень популярна в модернизме. Я показываю знаменитую картину Натальи Сергеевны Гончаровой, «Велосипедист», где велосипедист скорее всего знала работы итальянских футуристов, ибо именно передача движения в виде вот таких накладывающихся проекций это сильная сторона футуристов. Знаменитая картина Джакома Бала «Динамизм собаки на поводке» показывает собаку с многочисленными лапками и хвостиками и даже соответственно ноги. Хозяина собаки тоже множественные. А друг художника, фотограф Антон Джулио Брагаллия изображает самого Джакома Бала у картины, причем он вращает головой, и мы видим тоже проекции его головы как минимум три, которые показывают его отношение к картине. Мы переходим к таким модернистским экспериментам. Появляются фотографии без камеры, то есть на светочувствительную поверхность накладываются какие-то предметы, а после этого она обрабатывается и получаются вот такие фотографии без камеры. Мэн Рей называл их рейограммы, Кристиан Шат называл их шадограммы, вот такие же вещи делал упомянутый же Алвин Лэнгом Коберн, то есть экспериментальные фотографы рубежа веков. Фотография не уступает живописи и также начинает как-то экспериментировать с изображением. Иногда этот эксперимент оказывается довольно интересным. Например, в работе Коберна, показывающей знаменитого поэта-модерниста Эзры Паунда, радикальность вот такого, это называется множественная экспозиция, радикальность фотографии, она соответствует радикальности поэзии и мажиста Эзры Паунда. Надо упомянуть, конечно, и фотоколлаж. Фотоколлаж был открыт дадаистами в Германии, одна из знаменитых работ в центре, это работа Ханны Хех, которая имеет длинное название «Разрез кухонным ножом пивного брюха» в Аймаровской Германии, где приклеены к большому довольно листу, он больше метра по большой стороне, значит, там фотографии вырезаны из Берлина «Берлиниер Рестрилише Цайтунг», там есть изображение Кайзера Вильгельма Второго, есть изображение Альберта Эйнштейна, есть маленькое изображение Карла Маркса и так далее, и так далее, портреты самих дадаистов, вот, это все перемешано, но любопытно, что таким образом как бы из Педвель в изобразительность возвращается светотень, возвращается похожесть, и таким образом вот эти персонажи, они опосредованы массовой культурой, они изображены уже не сами по себе, а вот как такие герои, фетиши массовой культуры. Замечательный русский экспериментатор Александр Михайлович Родченко фотоколлажами иллюстрировал поэму Маяковского про это, но у меня на эту тему была специальная лекция, и я хочу сказать, что работы Родченко в чем-то похожи с работами Ханны Хёх. Родченко понимал исчерпанность возможности живописи, он придумал так называемый линеизм, то есть он грунтовал холст валиком, распростертый на полу в мастерской, а потом по линеечке, белилами или черной краской рисовал вот такие штрихи, получалась линейная конструкция, и она обладает известным сходством с тоже такой фотографией, сделанной без камеры, где Зимин насыпал гвозди, шурупы на фотопластинку и их экспонировал. Тоже вот такие отрывочные вертикальные линии, и одновременно при этом возникает какое-то ощущение новой красоты, новой индустриальной эстетики. Революционное искусство показывает, что проблема человека главная, потому что революция была совершена, гражданская война выиграна, идут экономические реформы, да, но вот самое главное – это создать нового человека. И мы видим, что наследуя от футуристов эстетику, многие конструктивисты человека нового понимали, как своеобразного такого персонажа гибрид с машиной. И вот поэтому мы видим у Родченко, у Джона Хартфилда вот такие фигуры и очень забавное изображение в фрагментах. Эль Лисицкий на спортивном параде сфотографировал юношу и девушку, которые находились рядом, и вот у него в каталоге выставки в Цюрихе он сращивает их лица, получается три глаза на двоих. Герберт Байер два варианта его работы, это был немецкий фотограф близкий Баухауса, видите, в автопортрете он вынул фрагмент своей руки или, например, вырастил глаз на ладони. Сериализм, который был, в общем-то, не стилем, но скорее мировоззрением, он тоже не мог пройти мимо фотографических экспериментов. Работа Сальвадора Дали «Феномен экстаза», она, в общем, иллюстрирует знаменитое положение Жоржа Батая. Батая говорит, что животное, его фигура начинается с открытого рта и завершается, простите, анусом, поэтому животное сразу показывает свое место на, так сказать, планете, оно питается и оно извергает переработанную пищу, а человек начинается с олба, совершенно непонятно, потом дальше идут глаза и рот унижен как-то, он смещен вниз, но в момент экстаза человек закидывает голову назад и рот опять занимает приличествующее ему первое место. Поэтому феномен экстаза у Дали в основном показывает падающих женщин или какие-то скульптуры, которые тоже рот, так сказать, выносят на первое место. Страшные садистские игры Ганса Велмера, вот он создал некую куклу и по-разному ее интерпретировал, разбирал, собирал по-разному, это, в общем, конечно, эротические и отчасти садистские развлечения. Ну и работа Морица Табара показывает тоже женщину без лица и мужчину без лица, где чувство желания воплощено в чистом виде. Некоторые советские критики, теоретики утверждали, что живописная картина была, так сказать, отпочкована от стенной живописи в 17 веке. То есть, она появилась одновременно с буржуазией и с так называемым товароденежными отношениями. Картина – это, в общем-то, товар. Она поступает на рынок, и там цены на картины могут подниматься и падать. Картины художников, которые считаются гениями, они оцениваются высоко и так далее, и так далее. Но это совершенно буржуазная история. И поэтому в Советском Союзе, где буржуазии, так сказать, больше нет, ей положен конец, надо придумать какое-то новое искусство. И вот что такое искусство? Некоторые теоретики в качестве нового вида искусства выдвигали массовые спортивные парады, где из фигур людей выкладывались разные пирамиды, разные фигуры. Вот мы видим колесо девушек, колесо юноши. Это все работы Родченко, собранные в альбоме «Праздник молодости». Но одновременно это попытка нового определения искусства. Это искусство массовое, у него нет конкретного автора, и самое главное, его невозможно повесить на стену в буржуазный музей, потому что максимум, что можно сделать, закрепить в фотодокументе. А так оно сборное-разборное и оно не закреплено в материальном плане. Иногда фотография, что называется, мешает живописи. Замечательный советский живописец Исаак Израилевич Бродский пишет картину выступления Ленина на проводах частей Красной Армии на фронт. Он пишет ее в 1933 году, когда самого Ленина уже нет живых. Он использует документальные фотографии. Так, с документальной фотографией написана большая дощатая трибуна, которая занимает, может быть, слишком много места в картине. Вокруг рабочие, которые слушают Ленина. Но самое интересное, что Бродский использовал при этом фотографии. А фотографии демонстрируют, что на этом выступлении Ленина присутствовал Лев Давыдович Троцкий. И он стоял непосредственно на ступенях трибуны, как видно на фотографии. Но к 1933 году Троцкий был уже выслан из Советского Союза. Ему недолго оставалось жить. И тем не менее, Бродский таким образом фальсифицирует реальность, удаляя оттуда нежелательную фигуру Троцкого. Еще более забавный случай с картинами Аркадия Рылова и группы художников Кукры Никсы, Куприянов, Крылов, Николай Соколов, которые изображают Ленина в разливе. Оба не отходят от классического канонического образа Ленина. То есть у него лысая голова, маленькая бородка и усы. Но фактически Ленин жил в разливе в шалаше по документам на имя рабочего Константина Иванова, где была приложена фотография. На фотографии Ленина мы видим его в парике и без бороды. Понятно, что парик он мог снять, но бороду и усы характерные так быстро отрастить наверное он не смог бы. Поэтому если бы Рылов или Кукерникс изобразили Ленина таким, каким он реально был в шалаше в разливе, наверное, никто бы его не узнал. То есть узнаваемость имиджа вождя тут важнее исторической достоверности. Ну и я показываю постмодернистский комментарий. Сейчас выпустили водку, которая называется «Ленин в разливе». Название этого слайда восходит к статье Осипа Мандельштама «Гуманизм и современность». Он там пишет, что в египетских и ассирийских рельефах мы видим огромную фигуру царя и под ногами его муравьиные полчища врагов, которых он топчет и уничтожает. Фактически такую же композицию мы видим в работах Клуцеса, Дени или вот, например, работа Ёлкина. Интересно, что в работе Ёлкина выстроена целая иерархия. Некоторые вожди изображены на мавзолее, они крупного размера, затем чуть более мелкие стоят уже на земле, но самое главное муравьиные толпы совершенно по египетским или ассирийским масштабам это солдаты, которые маршируют по Красной площади. То есть вот фотография в том числе, как видите, может таким образом трактовать реальность. Перескакивая через определенные этапы отечественной истории, я показываю вам картину Гелия Михайловича Коржева «Старые раны». Она входит в цикл опаленной огнем войны. Видим там ветерана, которому не дают заснуть может быть старые раны, какой-нибудь осколок засевший в его теле или может быть трагические воспоминания о гибели товарища и так далее. Во всяком случае он не спит, он в тяжелом раздумье. При этом в картине Коржева самих ран мы не видим. И обратите внимание теперь на снимок Ричарда Абидона. Видим обнаженный торс человека мужчины иссеченный хирургическими швами ранами зажившими конечно зарубцевавшимися. Он совершенно мог быть ветераном войны. Поскольку это американский персонаж, то он мог быть ветераном корейской или вьетнамской войны. Но на самом деле это фотография Энди Уорхола, который пережил покушение на него, но Валерий Солана стреляла в него и попала. Пуля отрикошетировала от ребер и нанесла довольно большой ущерб внутренним органам. У него удалили селезенку. Операция продолжалась 4 часа и полторы минуты Уорхол был в состоянии клинической смерти. И вот таким образом искусство в 20 веке даже такое казалось бы манипулирование знаками рекламы и коммерческого оборота как поп-арт такое искусство тоже оказывается опасным, как мы видим на примере Уорхола. А то, что художники поп-артисты имели отношение к войне, доказывают фотографии Роя Лихтенштейна, который был американским солдатом в Европе в 43-45 годах, или Роберта Раушенберга, который был военным моряком на Тихом океане в 45-м году. Раз мы уже обращаемся к поп-арту, в котором фотография играет заметную роль. Я вам показываю подборку работ Ричарда Хамилтона. Это английский поп-артист. В Англии поп-арт возник даже раньше, чем в Соединенных Штатах. Вот знаменитая работа Хамилтона, которая была плакатом выставки «This is tomorrow». Вот это и есть завтрашний день. Вот это и есть завтрашний день. Так вот, она показывает интерьер, где вот такой мускулистый атлет стоит, и там женщина на диване. Но в современном интерьере там находится и магнитофон, и телевизор, и пылесос. И, что забавно, на столике стоит банка консервированной ветчины. Ветчина по-английски «ham» – это скрытая подпись художника Хамилтона. Хамилтон также исполнил целый цикл работ, обрабатывающих в определенном плане, трактующих в определенном плане. Фотографию, которую он заимствовал с газеты, это фотография Мика Джаггера, лидера Роллингстонс, и владельца галереи Ричарда Фрезера, которые были арестованы за употребление наркотиков. Вы видите, они закрывают свое лицо рукой, и эту фотографию Хамилтон по-разному трактовал, в шелкографии, в живописи, и в графике. Таким образом, она дала ему целую серию, которую он назвал «Свенгинг Лондон». Но также он создает коллаж из освещения вот этого эпизода в газетах Англии. Мы видим там тоже и изображения самого Мика Джаггера и других участников группы, Брайан Джонса, например, и фрагменты из газет, которые характеризуют эту группу. То есть, соответственно, фотография по партии играет очень важную роль. Как она играет важную роль у Энди Ворхола? Есть очень остроумная трактовка творчества Ворхола, что вот в районе 1963 года он создает несколько работ, целых цикл, которые называются «Death and Disaster», то есть смерть и разрушение, смерть и катастрофы, которая основана на полицейских фотографиях, изображающих уличные происшествия, расовые беспорядки или автокатастрофы. В центре вы видите две фотографии, изображающие так называемую катастрофу с тунцом, то есть отравление консервами тунца вот две американки пожилые погибли. Как остроумно написал комментатор, философ Тирида Дюф, Ворхол представлял свой автопортрет в виде банки супа Кэмпбелл. Да, он говорил, что он 20 лет ест этот суп на завтрак и доволен его качеством. Так вот, невозможно изображать себя в виде банки супа Кэмпбелл, не вложив частички себя в банку отравленных консервов в картине Туна Фиш Дизастер. Еще один знаменитый американский поп-артист Джеймс Розенквист. Мне довелось читать его мемуары. Они написаны очень простодушно. Он, видимо, был такой недалекий парень. Он был солдат. После окончания войны солдаты имели преимущественное право посещения высших учебных заведений, поступления в учебные заведения. Он поступил, он получил образование дизайнера, но потом он работал в группе художников, которые расписывали билборды. В то время не было возможности печатать в большом размере, и поэтому для этой цели, для изображения на билборде какой-то рекламы использовались художники. Они разбивали изображение на квадраты, и каждому оставался фрагмент изображения и фрагмент шрифта. Поработав таким образом, Розенквист сообразил, что вот это фрагментирование можно использовать как выразительное средство. Таким образом, все его работы, мы видим здесь целую подборку, они представляют у себя как бы фрагменты рекламы. Самая знаменитая его работа называется F-111, это американский самолет, 23 панели, она имеет длину 26 метров. А внизу вы видите, да, там есть избранный президент, это Кеннеди, там есть Мерилин, это Монро, и соответственно другие фотографии, простите, продукции, которые изображают различную рекламу, трактованную вот по партийскому вкусе. А здесь я вам показываю обложку альбома Rolling Stones It's Only Rock'n'Roll 1974 года. Интересно, что Ги Пиллард, бельгийский художник-живописец, который был нанят для создания этой обложки, он утверждает, что источник вдохновения его работы, это картина Анны и Жарвей, коронация императора Николая II, которую он увидел в музее Д'Арсей в Париже. Действительно, есть некоторое сходство, там такая лестница красная, бархатная, по ней спускаются некоторые фигуры, а некоторые идут им навстречу. Вот такую же композицию он использовал в обложке альбома Rolling Stones. Ну вообще, рок-музыканты именно как фигуры поп-культуры, они часто возникали в поп-арте. Есть у Энди Уорхола целая серия изображений Мика Джаггера, лидера Rolling Stones. И вот здесь я показываю фотографии одного из ассистентов Уорхола, Джерарда Маланга, который танцует вот в цветных прожекторах, его фотографирует Ричард Немет. Мы переходим к эпохе Перестройки. Одно из таких знаковых и немножко скандальных вещей была работа художника Дмитрия Врубеля, который, к сожалению, в прошлом году ушел из жизни. Это огромная фреска, нанесенная на Берлинскую стену. Она изображает поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонидовича Брежнева и лидера тогдашней ГДР Эриха Хонекера и комментарий Врубеля. Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви. Ну вот, мотив смертной любви дал мне право использовать тут фотографию Джоэла Питера Уиткина, который показывает такой поцелуй мертвецов. Он тоже, кстати, вынесен на обложку роб-пластинки. Ну и, соответственно, поцелуй смерти. Смерть целует юношу эта скульптура на кладбище в Барселоне. Скульптор Хауми Барба. Мы переходим к постмодернистским экспериментам. И самое интересное, что ранняя фотография 1914 года, она уже носит все черты постмодернизма. Но начнем сначала. В 1666 и 1668 году Йоханнес Вермеер написал картину, которая сейчас принято назвать «Аллегория живописи». Там художник, может быть, это сам Вермеер, сидит к нам спиной и пишет изображение некой молодой женщины с атрибутами искусств. У нее музыкальный инструмент и, соответственно, одежда и венок на голове. Фотограф Ричард Поллок в 1914 году воспроизвел композицию картины Вермеера, немножко изменив позу и заменил эту женщину обнаженной моделью. Но обратите внимание, что и занавес слева, и карта. Единственное, что он не догадался повесить люстру, которая присутствует в картине Вермеера. А вот Софи Матис, это правнучка знаменитого художника, она воспроизводит и люстру, и точно воспроизводит грапировку, но, понимаете, герои все ушли. Не век же им стоять, вот им надоело, и они ушли. Поэтому ее картина изображает все очень точно, как у Вермеера, но без героев. Постмодернистский комментарий. Опять же, сначала была картина Жанна Ипполита Фландрена, юноша на берегу моря, она находится в Лувре. Затем в 1900 году Бильгель фон Глоден, немецкий фотограф, работавший в Сицилии. Он там сицилийских юношей стилизовал подантичных героев. Вот одного из них он посадил на скалы, на камни в позе, заимствованной с картиной Фландрена. Затем русские художники из круга Тимура Новикова, Олег Маслов и Владимир Кузнецов, они уже апеллируют не к картине Фландрена, а к фотографии Вильгельма фон Глодена, потому что обратить внимание на камни и горный пейзаж на заднем плане. Только они, соответственно, юношу облачили в трусы. Еще один из деятелей новой Академии изящных искусств, профессор Густав Гурьянов или Георгий Гурьянов, он использовал фотографию Аркадия Шайхета, кстати, у нас в Русском музее была большая его выставка, изображающую парашютистку Катю Мельникову. Фотография очень понравилась Гурьянову, и он сделал как минимум три варианта, мы видим два, значит, целиком, и один новый вариант с надписью «Поехали» внизу на фрагментарной фотографии, изображающей самого Гурьянова в своей мастерской. Ну, вот это апелляция к эстетике тридцатых годов, которая была характерна для новой Академии. Один из наиболее эффектных, пожалуй, проектов, который был реализован новой Академией, это так называемый «Страфи-полюция», то есть это была выставка и каталог, где включена полностью, значит, повесть «Апулея» «Золотой осел», сказочная повесть, где молодой человек превращается в осла, а потом через ряд приключений превращается обратно. Вот, и герои Апулея были как бы воплощены в реальности, значит, кругом Тимура Новикова. Константин Гончаров взял для них специальные костюмы, и они были сфотографированы, а фотографии обработаны художницей Ольгой Табрилуц, которая поместила на заднем плане различные памятники классической живописи. В частности, я показываю тут Амуру и Психею, которые изображены на фоне знаменитого плафона, так называемого «Окулус». Это плафон в Палаце Дукале в Мантуе, созданный Андреем Монтенья. Вот, обратите внимание, что в центральном овальном таком фрагменте изображен сам Тимур Петрович Новиков в образе жреца Изиды, то есть, герой, уже превращенный обратно в человека, возносит благодарность в храме Изиды. В Русском музее состоялась выставка художников-фотографов Инны и Дмитрия Топольских, которые производят в своих снимках классические академические постановки конца XVIII и начала XIX века. Вот я показываю только, мне удалось найти только одну такую фотографию, но вы видите на центральном снимке их несколько. Мне не удалось найти точную, значит, академическую работу, поэтому приблизительно сходство есть в рисунке Георгия Михайлова. Интересно, что Топольский говорил, что самой большой трудностью было подобрать натурщиков с прямыми ногами. Ну, в общем-то, да, в академическом рисунке предполагалось, что художник будет идеализировать модель. Если у модели некрасивые ноги, то художник всегда может посмотреть на гипсовый слепок и нарисовать ноги Аполлона Бельведерского. Такое название, значит, такое искусство получило название «холодный стиль». Еще одна постмодернистская игра. Наверху вы видите фотографию американского фотографа Давида Ла-Шапель, который исполнил серию постановочных фотографий под названием «Jesus is my homeboy», то есть «Христос – мой приятель». Конечно, фотография, которая вынесена на плакат, она изображает знаменитую сцену «Кто из вас без греха?» То есть Иисус останавливает полицейских, которые хотят, видимо, схватить некую девушку легкого поведения. Внизу вы видите работу, это живописная картина Владимира Дубасарского и Александра Виноградова «Явление Христа в Москве» с аналогичным посланием, то есть там тоже значит, он обращается к девицам легкого поведения. Почему-то Христос изображен обнаженным. Ну и скандальные работы Андриса Серрано. Это американский фотограф с испанскими корнями. Он в верхнем изображении показывает пластиковое распятие, которое он сфотографировал в стакане мочи. А внизу вы видите золотое распятие, помещенное на сырое мясо. Когда Серрано обвиняли в богохульстве, он тут же так сказать процитировал «Он был презрен и умолен пред нами, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое, и он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес болезни, а мы думали, что он был поражан и изъязвлен и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, и ранами его мы исцелились». То есть логика, это пассаж из книги пророка Исаии, то есть пассаж, который принято относить к Христу, и можно сказать, чем ниже опустишься, тем выше вознесешься. Поэтому вот здесь богохульства нет. Я показываю здесь также еще одну работу художников Топольских, это Богоматерь с младенцем, а внизу это сцена из фильма «Пост Карлсом Лондон», где молодые люди разыгрывают сцены из классической живописи. В данном случае это сцена положения в огроб Караваджа. Это так называемый феминистский проект некая Татьяна Антошина принципиально в ряде классических картин заменяет все обнаженные женские фигуры обнаженными мужскими. Но сначала она скромно обыгрывала мотив Павла Пикассо «Девочку на шаре». Вот видите, там юноша на шаре. Интересно, на переднем плане такая мощная дама сидит. А потом я показываю, у нее целая серия, называется «Музей женщины». Целая серия показываю, мне показалось, она довольно забавной. Это работа «Яблоко раздора» по мотивам судо Париса Лукаса Кранаха. Посмотрите, как кокетливо ведет себя одна из обнаженных богинь. Вот так же кокетливо ведет себя и молодой человек на фотографии Антошиной. В качестве комментария я использую цитату Юлии Кристевой. Она в том числе используется как лозунг феминистского движения, что женщина как таковая пока еще не существует, она находится в процессе становления. Еще один вариант игр с гендерной идентичностью это, к сожалению, недавно ушедший Владислав Мамашев-Монро, который себя позиционировал тоже как разные исторические персонажи. Он фотографировался в образах, как видим здесь, и Екатерины II, и Наполеона, и Ленина, и, собственно, Мерилин Монро, и вот некой русской девушке Марфуши. Но он не оригинален, потому что еще раньше такие же фотографии делала Синди Шерман, причем тоже она себя изображала и в виде женщины, это Мадонна Леонардо де Винчи, и в виде мужчины, это Караваджо. Современные так называемые фотореалистические живописцы воистину могут соревноваться по точности изображения с фотографией. В центре я показываю работу Джереми Геддеса, вот такой космонавт, который возможно упал из космической станции и вот оказался на улице рядом с Голубем, который не обращает на него внимания. Но одновременно видите фотографии, которые имитируют живопись. Это работа Сторма, Торрегасона, входившего в такую организацию Гипнозис, которые очень много работали с Пинк-Флойд, делали обложки их альбомов. И вот неиспользованные в альбомах Пинк-Флойд фотографии пловец в пустыне, где пловец плывет в песках. И новый горизонт, где у человека вместо головы клетка, и он выпускает оттуда птиц. Но видите, что живописные работы Пако Паметта, это испанский художник, они тоже играют на разнице между фотографическим и живописным изображением. Идет молодой человек, и у него ноги слона, рядом с ним идет слон с человеческими ногами, причем в брюках. Ну и внизу мальчик с тремя ногами. Это, по-моему, один из самых удачных образов, созданных этой фирмой Гипнозис. Причем они делали фотографию на мирном пейзаже с идущим вдалеке поездом. Они изображают телефонную будку, в которой тонет в воде некий человек. Эту будку они заказали, то есть это стальные прутья, стальной каркас, который был сделан на заводе, и вставлен туда плексиглас, потому что стекло не выдержало бы давления воды. Так что это реальная сцена, которую они сфотографировали. Интересно, что наиболее часто современные дизайнеры обращаются к творчеству Рене Магрита. Вот видите «Поцелуй любовников» и на обложке альбома Марс Вольта тоже изображен вот такой человек с мешком на голове. Или знаменитая картина Магрита, изображающая его друга Эдварда Джеймса, который в мастерскую художника смотрит в зеркало и видит там свой затылок. Точно такой же мотив использован Роджером Долтри на обложке своего сольного альбома. Ну и наконец я недавно нашел, что вот современная российская фотограф Лукьянова использовала натюрморт с очками, очень похожий на работу ее Коона. Мы приближаемся к концу. Я вам показываю работу Дэвида Лайджера. Понятно, что художника-живописца заинтересовал контраст темной кожи модели и белой шкуры лошади. Ну вот в рекламе мужской косметики штаны снять с модели они не решились, но так композиция похожа, только там вот еще присутствует значит дезодорант Old Spice. Художник Кьян де Уайли современный афроамериканский художник, кстати, именно ему заказал свой портрет президент Барак Обама. Он заменяет на современных героев персонажей многих картин, в частности это офицер гусарских игерей по Теодору Жирико. И заканчивая, я показываю подборку работ дизайнера Панда Гунда. Их принято относить к так называемому глич арту, то есть это компьютерные сбои, компьютерные помехи в фотошопе. Вот таким образом он искажает или как-то трансформирует фотографии и модель. На самом деле они имеют вероятно какое-то свое достоинство и в общем смотрится любопытно. Панда Гунда это псевдоним, зовут этого художника Ашраф Хофаш. Это араб, который живет в Швеции. Ну вот, заканчиваем. Я могу сказать, что фотография сейчас доступна несравненно больше, чем когда-либо. Сейчас каждый может делать фотографию на свой мобильный телефон. Это немножко размывает художественные достоинства фотографии, но дает ей дополнительные возможности. Хотя в постмодернистскую эпоху фотография входит в диапазон художника, который может к ней обратиться именно для каких-то необычных эффектов своей живописи. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Ну вот на буквально предпоследних слайдах были комментарии, не хватало только музыки. Спасибо. Я думаю, Алексей Алексеевич есть замечательные лекции с музыкой связаны. Поэтому ищите, приходите на лекции. Был такой вопрос. Делал ли русский музей когда-нибудь подобной выставки, где настолько живо ощущалась связь фотографии и живописи? Вы знаете, в русском музее было специальное, даже, по-моему, несколько выставок, так называемой фотобиеннале. Она проходила мрамор на дворце, издавался очень роскошный каталог. Это были работы современных, я думаю, петербургских или, во всяком случае, российских фотографов. А потом была очень любопытная выставка, она называлась «Финника». Это было современное финское искусство, и там тоже был большой фотографический раздел. Но вот такого сопоставления живописи, фотографии, я понимаю, что тема большая, и она фактически не исчерпана, конечно, моей лекцией, но, тем не менее, вот такого пока еще не было. Это мой вопрос будущего. Спасибо большое.